Да, сегодня у нас тема «Власти, магия, слово». Готовила я это выступление долго, где-то больше года. Со словами этими работаю магическими уже много лет, больше 12 лет. Пришла я к ним очень случайным способом. И потом меня посвятили в эту тайну. И причем получилось, что неожиданно, и я не ждала эту информацию. И когда ее получила, не думала, что это очень важно. Насколько много силы в этих словах, в этих фразах, которые мы произносим. И первое время не ценила это, но несколько времени, какое-то время прошло, и я начала использовать слова магические при необходимых ситуациях и вместе со своими клиентами, которые ко мне приходили на консультацию. И поняла, что это действительно очень важно. И то, что я получила, я сегодня вам расскажу. Ирина уже рассказала вам план моего выступления. Это будет у нас о древнеславянской письменности, разговор о тех словах, азбуке, которые получили наши предки от Вселенной в первозданном своем виде. И то, что сейчас, в принципе, для нас уже утеряно, но, слава Богу, в раскопках было найдено, и мы сейчас это можем использовать. Поэтому меня попросили выступить именно в интернете, чтобы как можно большее количество людей знали эту информацию. Сегодня будет у нас встреча более познавательная, поучительная, более информационная. Практическая часть, конечно, уже больше я даю на тренинги. Но сегодня, кто будет наиболее терпелив и останется до конца, вас ждет сюрприз. Я вам просто советую дождаться. Встреча будет недолгая, около полутора часов. И вам расскажу о тех словах, которые мы произносим, и что с этим вообще происходит, и как это действует. В нашей жизни мы говорим так же, естественно, как и дышим, вследствие чего мы часто думаем, что наши слова имеют мало силы. Во многих случаях мы произносим слова без какого-либо сознательного мышления. Но на самом деле мы редко останавливаемся и думаем о том, о чем мы скажем, да, о чем мы говорим. То есть мы говорим автоматически, из нас слова выскакивают. Бывает такое, что сначала скажем, потом подумаем, а нужно ли бы это было говорить. Ну, на эмоции будем так говорить, да, так бывает. Тысячи слов выливаются из наших уст каждый день. Мы свободно высказываем другим людям наши мысли, мнения, суждения, убеждения. Однако мы часто забываем о положительном или отрицательном эффекте, который эти слова оказывают на нас и людей вокруг нас. Сила слова впечатляет. Слова передают энергию, которая создает реакцию в других людях. И все, что мы говорим, производит эффект в мире. Все, что вы говорите конкретному человеку, производит влияние на этого человека. Мы постоянно с помощью наших слов создаем что-то либо положительное, либо отрицательное. Помните такое высказывание? Если на человека сто раз сказать «смья», он на сто первый раз захрюкает. Вот поставьте мне в чат плюсики, если вы слышали такое высказывание. И почему же оно существует? Почему вот так народная мудрость подметила, что именно так происходит? Спасибо, Лиза, да, Ирина. Действительно слышали. Потому что то, что мы говорим на человека, он со временем начинает под эти слова быть похожим. То есть он подстраивается под них. Получается, как будто бы мы печать, клише ставим на человека. Если мы хотим видеть какие-то качества в этом человеке, то, конечно, лучше акцентировать именно на те качества. А, как правило, такие нападки с нашей стороны испытывают наши мужья, или если мужчина, то жены, и, конечно же, дети. Мы частенько недовольны своими детьми, если они ведут себя не так, как бы мы хотели, или неаккуратно в комнате ведут себя, разбрасывают свои вещи, не складывают игрушки, или учебники. И мы что говорим на них? Неряха, вот ты непослушный. И получается, что ребенок вот так и продолжает вести себя. Но чтобы то, что мы хотим на самом деле взрослить, взрастить в своем супруге или в детях, то и надо им говорить. И чтобы иметь личный успех в нашей жизни, наши слова должны быть в соответствии с нашими видениями, с нашими идеями, с нашей мечтой. То есть больше говорить о том, что мы хотим, а не о том, что мы имеем. Ну, я имею в виду, если нас это не устраивает, то, что мы имеем. То есть если у нас мало денег, мы не говорим, что у нас их мало. Мы говорим о том, что мы имеем достаточное количество денег. Это как мы формируем аффирмации в настоящем времени, без частички «не» и в позитивной точке зрения. Слова могут определить нашу судьбу. И не менее важно, что они могут оказать заметное, положительное влияние на судьбы тех людей, к которым мы обращаемся, с которыми мы взаимодействуем каждый день. Вот сейчас леди пишет, «Как можно справиться с негативной оценкой моей жизни, высказанной значимым человеком?» Эти слова я помню уже полтора года, они как программа. Правильно, да, действительно, леди, это так. Поэтому желательно высказываться с позитивной точки зрения. И то, что с вами произошло, человек наложил действительно на вас программу, от нее надо избавляться. Сказать как? Методов, вы же понимаете, существует много. Я работаю несколькими методами. Один из них, который бы я вам, допустим, посоветовала, очень хорошо работает тета-хилинг. Здесь мы удаляем программу убеждения, мешающую, заблуждающую, водящую, которая в заблуждении нас, и загружаем вам программу уже позитивную, кардинально другую, то есть замена программы. И часто мы эти программы выносим в детство, когда нам родители что-то говорили. Или, может быть, мы в детстве, ведь с нуля до семи лет мы этот мир воспринимаем так, как мы его воспринимаем, то, как мы его видим, как видит ребенок, то есть мы были детьми, как, такими глазами мы это увидели, и как мы восприлили мир, так мы его несем потом в эту жизнь, в свою взрослую. Поэтому вот именно, когда я работаю с методом тета-хилинг, здесь эти программы, детские убеждения всплывают, и мы их заменяем. Но это так, я вам просто попутно, к тому, что в вашем конкретном случае, что можно сделать четко, быстро, тета-хилинг работает мгновенно, поэтому сильно напрягаться не придется, очень быстро уходит. Что касается тех слов магических, о которых я сегодня буду говорить, это тоже можно. Здесь процесс идет чуть-чуть дольше, то есть не так, как вот терли одну программу, другую загрузили, здесь идет трансформация, но более глубинная, более обширная, и слова затрагивают в сферы деятельности, вот в той сфере деятельности, в которой вы будете их проговаривать, затрагивают уже шире аспект, и смотрят, что выровнять, подправить, изменить. И поэтому конкретно, обязательно, прежде чем что-то сказать, подумайте, будет ли то, что вы скажете, ну, как бы себе задаете вопрос, будет ли то, что я скажу, поднимать, вдохновлять и мотивировать, слышите я. Создаст ли это импульс для их продвижения вперед? Какой я создам эффект, положительный или отрицательный, говоря это? Особенно это касается тех наших близких людей, жены, мужа, детей, родителей. Конечно же, мы их любим, и не хотелось бы причинить вреда. Поэтому очень важно отслеживать те слова, которые вы говорите, те фразы, выражения. И вот как вы, леди, на себе прочувствовали, что человек, если для вас важный, которого вы цените, уважаете, и понимаете, что этот человек сильный, и что-то он сказал. Знаете, мне на ум пришла басня Крылова, ой, Михалкова, когда воробей, соловей выступал на сцене перед всеми зверями, пел, ну, понимаете, что соловей непревзойденный певец, но на первом ряду сидел лев со своей женой, и соловью было очень важно мнение льва, понравится ли ему. И он так старался угодить льву, но лев весь вечер сидел с недовольной мордой, кривился, гинался, как-то вел себя, ну, в общем, проявлял неуважение к пению и соловья, и соловей, конечно же, подумал, что ему не понравилось пение, и очень из-за этого переживал. Но когда в конце встречи спросили у льва, почему понравилось ли пение, соловья, то лев ответил, вы знаете, я недавно что-то такое несвежее съел, у меня так болел живот, что, честно говоря, мне было недопение. Это я к чему вам, леди, говорю? Что, может быть, в тот момент человек стал, неважно себя чувствовал, было плохое настроение, может быть, кто-то ему это настроение испортил. И вы тут попались ему под горячую руку, и он высказал, может быть, что-то на тот момент ему показалось с вашей стороны, что именно это так. А вы это приняли на себя, и с этим живете уже полтора года. Поэтому присмотрите эту позицию с другой стороны, что этот был просто момент, просто у человека был такой порыв, и это не значит, что вы такая. На самом деле мы очень многогранны, и ведем себя, и бываем разными. Поэтому, но на тот момент было так, но не надо это одеяло тянуть на себя и на стольки времена. Если получится, у вас это сейчас, вот этого избавят. Потому что сила слова должна высвобождаться для позитивных перемен. Слово, которое вы выпускаете из вашего рта, определит ваши успехи или неудачи. И говорите только то, что вы хотите увидеть проявленное в вашей жизни. еще это вот было вступительное такое небольшое слово о словах, о тех словах, которые мы говорим вообще в своей повседневной жизни, как мы общаемся с людьми. Но сегодняшняя наша встреча больше о старославянской, древнеславянской азбуке, словах. И немного вначале расскажу истории. Раньше глаголицы, кириллицы было у русичей руническое письмо. Это древнее руническое письмо было не общедоступным. Им владели лишь некоторые посвященные волхвы и знахари. Причем руническая грамотность передавалась по наследству вместе с тайными магическими знаниями. Руны были частью этого знания и держались под строжайшим секретом, чтобы исключить применение их возрод. Потому что сила рунического письма была очень мощная и соответственно разрушительной. Смотря как использовать, но можно было очень легко разрушить что-либо вокруг себя. Поэтому волхвы предпочитали жить в дремучих лесах, чтобы не становиться оружием в руках самолюбивых снегей. И вот в какой-то момент, в 10 веке к волхвам пришли братья-монахи Кирилл и Меходи. И волхвы увидели в них то, что они пришли с благой целью. И увидели у них силу, возможность, которую смогли передать Кирилл и Меходи те знания, которые бы они получили для нас уже потомков. И тогда волхвы приняли решение передать свое сокровенное знание Кириллу и Меходи. Так как волхвы хотели, чтобы сила славян досталась их потомкам, чтобы никакие правители, преобразователи и прочие эту магию не искоренили. Потому что на Руси было всегда много нашествий и были пожары, и волхвы боялись потерять эти тайные знания, тайные древние руны. Когда получили Кирилл и Меходи эту информацию, они прекрасно понимали, что эту силу нельзя отдавать во всеобщее пользование в том виде, в котором она существовала в Леодрической Руси. Уж слишком она могучей и разрушительной была. И поэтому Кирилл и Меходи объединили руны греческим алфавитом, который стал своего рода защитной оболочкой для этой могущественной силы. То есть она действовала даже как кокон, закрывая, но действия даже через вновь созданную азбуку было уже мягким, ненавязчивым и свою силу она не потеряла азбука эту, но только она не стала уже разрушительной. Стала работать только во благо. Это было очень важно. и теперь она направляла жизнь человека в нужное русло, помогала настроить ее на благостный лад. И для этого надо было лишь произнести определенное слово, и древняя энергия рун начинала менять мир вокруг этого человека, который ее произносил. И тысячи лет сила служила рунная русичем. только уже в виде этой азбуки, которую создал Кирилл и Мефодий. И пока в начале 20 века древнеславянская азбука не была варварски изуродована. Именно с изменением азбуки начались на Руси катаклизмы и несчастья. Но эти знания никуда не делят. Были раскопки, и ученые понаходили много деревянных дощечек, и на камнях надписи. И эти знания живы по сей пору. Каждый, кто даст себе труд изучить тайну славянской азбуки, может пользоваться древней силой рун. И пройдя тренинг «Секреты силы слова», вы получите повседневное руководство, посвященное тому, как использовать силу слов в своей жизни. И оказывать влияние на свои убеждения, поведение и на весь окружающий вас мир. Через слова человек может прикоснуться к древним мыслям наших предков, получить их опыт и силу, и отправить послание своим правнукам в будущее. И все это благодаря языку. Язык нам дает доступ к накопленному опыту предков, к культурному наследию, своего народа и всей человеческой цивилизации в целом. Но человек, пользуясь языком, начинает принимать слова, которые он говорит за саму реальность. Я сейчас объясню, как это происходит. Обычный носитель языка не осознает, что его язык не только для того, чтобы выразить свои мысли, но еще и некая система знаний. То есть система магических знаний. Подумайте об этом. Получается, что каждый человек по своей сути маг и волшебник, но только не знает об этом. Мы с вами творим, создаем действительность каждый день. Но какую? Если нас в этой действительности что-то не устраивает, то это можно изменить, взяв на себя ответственность за свой мир, за свои слова и мысли. если вас не устраивает, куда вас везут, то садитесь за руль сами. В общем, сами управляйте своей жизнью. Как это сделать? Слова состоят из букв. А буква это символ, обладающий сакральным смыслом. В древнерусской азбуке за каждой буквой стояли не только слова и образы, но и целые фразы. Перед вами древнеславянская азбука. Древнеславянский язык это один из самых древних языков, от которого берут начало большинство современных языков. Как я уже говорила, до него была славянская руна. А руна это одна из самых древних письменностей славян. До реформы языка 1917 года каждая буква азбуки имела свое название. Каждая буква стояла на своем месте. Оказывается, в древней азбуке зашифровано послание наших предков нам, ныне живущим. В азбуке даны основные заповеди. Давайте сейчас мы вместе с вами прочтем эти заповеди. Ну, во всяком случае, то, что сохранилось до наших дней. Начнем читать. Азбуки веди. Я бога ведаю или знаю. Вот так переводятся эти три буквы. То есть аз это основа, начало. Основа начала всего что знания бога и предков своих. То есть я бога ведаю, азбуки ведет. То есть своих родителей, своих корней, вот основа знания. Я азбуки первая буква в азбуке, а не последняя, как в современном алфавите. Потому что именно с меня и начинается мой мир, моя вселенная. Дальше читаем азбуки. Глаголь добро. То есть как переводится на наше понимание? Говори, делай добро. Помните как у Кушкина? Глаголом жечь сердца людей. Глагол это и слово, и дело одновременно. Глаголь говори, глаголю говорю. Говорю значит делаю. А что нужно делать? Добро. Добро есть жизнь. Жизнь есть добро. Только добром создается и поддерживается жизнь. Зло эту жизнь разрушает. Поэтому добро есть жизнь. Дальше читаем. Живите сделай земля. Живите сделай землей и на земле. То есть им, ибо она кормилица матушка наша. Дело это произрастающее на земле. То есть земля дает жизнь. И дальше читаем. Как люди мыслите наш он покой. То есть как вы люди думаете как он ваш мир. Вот вам и закон отражения. Что посеешь то и пожнешь. Далее читаем. Рцы слово твердо. То есть говори слово твердо. Слово твое должно быть твердым. Сказал сделал. Далее оук ферд херд бог благоволит тем кто учится оук тот кто учится наука обучаться ферд благоволит удача херд равновесие небесная гармония завершение дел в мире яви трудов процессов Далее читаем. Ты червь вгрызайтесь в основы в знания ты жизненно важная энергия высшая структура основа творческая энергия бога отсюда значение слова отцы отцы от бога идущие червь вгрызаться уменьшиваться как в червь в землю это вот червь так переводится имеет такой смысл дальше читаем шта юсь ять чтобы иметь или владеть пользоваться миром шта чтобы юсь мир вращающийся вокруг отцы ять и мир дальше смысл утеряется так как утеряны некоторые буквы и их образы и до недавнего времени считалось что азбука это просто буквы языка расположены в определенном порядке то есть просто значки и все может быть именно поэтому так легко и просто убирали буквы русской азбуки зачем нам так много вон англичане обходятся 23 буквами и им хватает зачем нам 33 а тем более 49 как было раньше еще в древние времена наши предки рассматривали азбуку как шифр творения у многих народов азбуки обожествлялись слово всегда воспринималось как начало творения а буква была если можно так выразиться единицей атомом творения за каждой буквой стоял свой смысл свой образ свое значение в последнее время группа российских ученых Гриневич Сотникова Плешанов другие доказали что в нашей азбуке в зашифрованном виде содержится знание о законах мироздания у меня к вам вопрос давайте вспомним вместе народную народную мудрость и напишите пословицы о слове которые вам сейчас сразу приходят в голову какие пословицы о слове вы знаете а я тоже несколько выписала вот вам на экран выведу эти пословицы допустим слова ключи к сердцу то есть мы словами можем открыть сердце человеку слово не воробей вылетишь не поймаешь да Лиза спасибо действительно это так что несет нам эта пословица она говорит о том чтобы мы всегда думали задумывались над своими словами то что мы говорим потому что как вот леди уже прочувствовала на себе что это очень важно какое клише мы ставим на человека а ведь это между прочим ответственность того человека который это сделал ведь сколько эмоций леди несет уже много месяцев с этими словами с этими фразами эмоциональных и думает о том человеке что это он это сделал и что получает в итоге человек конечно же не очень приятные посылы может быть обиду досада боль леди вот напишите какие чувства у вас из-за этого какие вы чувства вызывает та ситуация которая с вами произошла полтора года назад вот обида боль поэтому что происходит вот я вам сейчас прям механику всю эту покажу что происходит человек раз высказал когда-то давно а трансляция эмоций от леди идет периодически на этого человека именно такая боль и обида и это нормально и это правильно потому что эти слова другое не вызывает и что происходит а это чувства с низкими вибрациями и фактически это называется негативная энергия или в простонародье называется порча когда мы посылаем какие-то свои чувства обида боль раздражение злость это все низкие вибрации и если это делать постоянно то у человека происходит пробитие что извините посеешь то и пожнешь получай то что сделал и поэтому это не только леди вы переживаете и да понятно что вы работаете над этим да но тот человек тоже свое отгребает на самом деле Ирина пишет слово можно убить слово можно полки за собой повести можно словом да действительно это так и вы понимаете что слова имеют силу обдуманное слово дороже жемчуга каракалпатская пословица и со словами это именно так и это все народная мудрость раньше так учили детей своих наши предки и раньше так не разбрасывались словами фразами все было через осознание но слова наши состоят из букв что такое буква буква это единица атома это атом единица атом смысла буквы имеют определенную форму и графику с открытием торсионных полей стала известна еще одна составляющая буквы так как каждая буква имеет свою форму а форма создает торсионное поле то буква содержит в себе определенную информацию поля сознания то есть урезаем азбуку мы отключаемся от той или иной области общего информационного поля вселенной от общего поля сознания а это в свою очередь ведет к деградации человека или там нации и каждая буква русской азбуки является символом чего-либо например буква Ж это символ жизни она означает соединение мужского и женского начала и название она имела соответствующее живете то есть за каждой буквой у наших предков были определенные образы а через образы они творили ведь мы уже знаем что для того чтобы создать что-либо необходимо сформировать образ а давайте посмотрим нынешнюю современную азбуку какие же образы за буквами теперь это та азбука по которой мы все учились в школе или вернее сначала мы в садике по таким азбукам учились азбука в картинках называется вот обратите внимание на экран буква А какой образ арбуз айс ну разные картинки разные композиции этих образов б баран барабан в варежки виноград есть ворона и йогурт лед и так далее азбука перестала быть живой а язык стал безобразов то есть безобразным почему тургенек писал о великом и могучем русском языке да потому что еще в то время он именно таким и был пока большевики 23 декабря 1917 года не сделали русской азбуке обрезанием а подобных реформ на Руси было несколько первую реформу русской азбуки историки считают что сделали Кирилл и Мефодий в 10-11 веках но я вам уже ранее сегодня говорила что именно это преобразование было благое потому что раньше руница несла очень разрушительный сакральный смысл поэтому нужно было как-то эти углы сгладить и Кирилл и Мефодий вынужденно закапсулировали в греческих буквах чтобы смягчить действия этих слов или букв ну так как каждая буква это есть слово поэтому я эту букву это слово говорю и стали эти действия более мягкие но в то же время все равно они оставались результативными а вот затем в 1709 году во времена Петра I Великого да и потом еще реформа была в 1735 году есть еще один интересный момент до 1700 года буква в Азбуке имела еще свое числовое значение за буквой стоит своя цифра свое число еще Пифагор утверждал что у буквы и у цифры одинаковые вибрации в космосе во вселенной там же языков нет там все воспринимается вибрациями и оцифровывается поэтому у каждой буквой своя цифра соответствует то есть вибрации и определили тогда вот именно Пифагор определил что буква А соответствует цифре один ну например смотрите если на картинку Д это 4 Т300 и так далее и раньше у славян не было цифр ведь арабские цифры ввел в обиход в Россию на Руси Петр I а до этого все цифры обозначались буквами но чтобы читатель мог понять что означает эта буква или цифра цифра то над буквой которая обозначающая цифру рисовали значок в виде линзеля и называется этот значок титло титло обратите внимание на картинку на экране над буквами стоит линзелек это титло когда читающий видел такой значок он понимал что это цифра но уже после после того как Петр I ввел арабские цифры уже не использовали титла уже писали цифрами тем которыми до сих пор мы пользуемся ну а до Петра I вот именно цифры обозначались буквами со значком сверху титла и ведь связь букв и цифр не случайна ученые пытаются до сих пор разгадать расшифровывают ага леди пишет что на экране пословицы а скажите пожалуйста у всех пословицы на экране если пословицы плюс поставьте а если числовые значения букв поставьте единочки числа тогда леди вам надо перезагрузиться и у вас тоже нет все хорошо спасибо спасибо за обратную связь хорошо давайте про цифры спасибо благодарю связь букв и цифр не случайна ученые пытаются сейчас до сих пор разгадать это еще одна грань азбуки которую ведали наши предки они очень были близки к природе получается что азбука это система числовых кодов и произнося слова мы общаемся с космосом со вселенной и вселенная соответственно скрипкается на наши вибрации а что сейчас происходит так как у нас видоизменили азбуку этими реформами всеми и мы уже говорим на другом языке не том как было раньше потому что азбука древнеславянская она ну руны да вот то что мы знаем ведь их же продиктовали нам продиктовала вселенная и наши предки пользовались ею в первозданном виде неизмененном вот в том котором она есть а до нас это время прошло пока мы уже все это как испорченный телефон знаете игра в детстве у нас была и получается что у нас нас вселенная понимает но зачастую то что мы просим не приходит к нам вот в идеально в том виде который мы просим немножко изменено да в целом мы получаем то что хотим но кое-что меняется и немножко ну как мы воспринимаем это что вселенная посчитала нужным это дать нам именно в таком виде так же это но на самом деле она нас из-за того что у нас слова и буквы поменялись нас вселенная воспринимает чуть-чуть по-другому сегодня в конце нашей встречи я буду говорить вам об одном вас буду знакомить с одним магическим словом старинным и вы поймете что происходит и почему это некоторые буквы они проваливаются теряются и поэтому вот немножко искажается информация то что получает одна вселенная язык дан человеку не только для общения между собой но и конечно же вот самое важное это для общения со вселенной с космосом и уже давно доказано что все живое даже не живое в этом мире реагирует на звуки звуки могут улучшать или тормозить рост растений все живое влиять на рост микроорганизмов и с помощью звука можно изменить сознание человека наши предки пользовались азбукой данной им богами а потому могли с помощью слова создавать и с помощью звука создавать предметы они точно передавали вибрации этого предмета своим голосом в индийских видах говорится что в древности был особый язык гиванагари его называли язык богов то есть вот как его приняли информацию с космоса вот таким языком и пользовались не изменяя помните известную восточную сказку про Алибабу и 40 разбойников в ней волшебная пещера открывалась особым заклинанием с реформами языка мы утеряли большую силу и способность оказывать непосредственное влияние на природу сейчас мы заклинаниями пещеры не открываем пользуемся буровыми установками тракторами взрываем чтобы это все как-то пройти туда а раньше это было все по-другому есть еще и физическое объяснение влияния звуков на человека и окружающее пространство звук представляет собой высокочастотные колебания в мозгу эти колебания превращаются в электромагнитное излучение кроме того звуковая волна вызывает искривление пространства порождая тем самым торсионные поля и все звуки делятся на шумы и тонны звуки с периодическими талибаниями это тонны а с непериодическими шумы в речи только гласные звуки являются тонами все согласные с примесью шуму и если посмотреть на спектрограмму то нужно увидеть что большей амплитудой и энергии обладают именно гласные звуки получается что чем больше в азбуке гласных букв тем больше энергетика языка а значит и энергетика народа для сравнения в древнерусском языке было девятнадцать гласных звуков ну букв а сейчас десять почти вдвое снизилась энергетика языка соответственно и наша энергетика и еще сейчас одну гласную букву пытаются убрать из азбуки букву ее просто опускают при написании как будто так и должно быть еще один интересный аспект каждому гласному звуку соответствует свой цвет потому что цвет это тоже вибрации волны так как все состоит из энергии все есть вибрации и у цвета тоже есть вибрации например буква а соответствует красному цвету е светло зеленому и синему о желтому у зеленому и коричневому т оранжевому цвету ю бирюзовому я розово красному вместе с цветом гласные звуки воздействуют на наши внутренние органы так как каждый орган работает на определенной частоте не зря индийские мантры содержат практически все гласные звуки а их распевание благотворно для организма сила слова в нашей жизни имеет эффект бумеранга слово мощнейший инструмент воздействия на человека удачно выбранным словам удавалось вести к победе армии спасать города и империи обратите внимание что на у великих полководцев таких как Александр Македонский Невский Суворов даже Гитлер они были великолепными ораторами они вели за собой людей армии поднимали народ и если бы не были они ораторами ничего бы у них не получилось именно сила слова поднимала людей на подвиги вдохновляла слова способны преобразовывать успокаивать вдохновлять создавать новую реальность действовать реакции на наши слова часто возвращаются к нам в умноженной форме например если мы говорим кому-то слова осуждения он будет осуждать нас в ответ вероятно с большей интенсивностью используя боль и гнев вызванные нашими словами то есть что происходит получая какие-то слова в нас эти слова вызывают эмоции и мы создавая эти эмоции в себе в большей степени посылаем эти же эмоции посыл обратно и что мы получаем что сеем то и получаем и наоборот слова доброты и принятия создают теплую и благодарную реакцию в человеке ответные слова другого человека будут сильнее потому что он будет иметь положительные эмоции созданные нашими словами то есть увеличивается эта эмоция и важный ключ к успеху в жизни понять силу слова слово это высказанная мысль по сравнению с мыслью оно никогда не может быть взято назад как только оно выйдет из наших уст оно будет иметь эффект то есть слово не воробей вылетит не поймаешь наши слова имеют даже больше силы чем наши мысли потому что они влияют не только на нас но и на мир и на людей вокруг нас почему и говорят если вы какое-то хотите желание осуществить или мечту то сначала вы создаете этот образ и представляете что вы хотите включаете свои эмоции и обязательно надо проговорить еще один важный аспект мы это еще прописываем то есть создаем визуальные энергии давайте обратим внимание на успешных людей как они видят себя успешные люди управляют своими словами они управляют словами вместо того чтобы быть под контролем этих слов то есть не слова ими управляют то есть прежде чем сказать они подумают что они говорят они понимают что нужно говорить скорее положительно чем отрицательно чтобы увидеть успех в своей жизни они знают как важно говорить те слова которые будут воспитывать в них самоуважение и уверенность строить отношения и создавать возможности чтобы изменить реальность вы должны изменить слова которые вы произносите каждый день то есть после сегодняшней нашей встречи сядьте и подумайте что вы говорите если вас реальность ваша действительность не устраивает значит точно что-то вы говорите не то и надо поменять сила слова таково что она несет в себе способность убивать или исцелять благословлять или проклинать строить или разрушать созидать или уничтожать это вы выбираете что делать вы должны взять под контроль свой разум и любви и когда вы говорите о достижении ваших целей вы привлекаете все элементы необходимые для их достижения когда люди говорят о бизнесе или развитии предпринимательства они привлекают бизнес идеи инициативы планы нужных людей и так же происходит все в любой сфере жизни вашей если вы хотите быть здоровым вы это и говорите вы тогда будете делать все что ведет вас к восстановлению вашего здоровья или улучшения буквально вы притягиваете то что говорите и если вы при встрече своей подруги или знакомым говорите о том что у вас болит вы только ухудшаете свое состояние и положение понимаете а если вы будете наоборот в позитиве и говорите что как все здорово и прекрасно даже если что-то болит это временно это пройдет ведь болезни нам даются для наших уроков чтобы мы приняли какой-то урок что-то остановились и посмотрели что-то мы делаем не так потому что мы идем вперед не оглядываясь и бежим невзирая ни на что несмотря ни на те знаки которые нам дает вселенная мы бежим вперед и тогда нам дается болезнь для того чтобы мы остановились и подумали оглянулись вокруг что ты делаешь что-то не так если тебя что-то не устраивает точно и вы тогда оглядываетесь и смотрите анализируете и меняете соответственность я думаю что теперь вам понятно как работать над своими мыслями и здесь важно запомнить давайте подытожим каких правил лучше придерживаться все что вы видите и слышите вокруг себя есть отражение ваших мыслей не нужно бороться со своими мыслями или пытаться от них избавиться ни в коем случае просто примите свои мысли с любовью и благодарностью здесь надо практики применять такие как при работе со страхами от страха убежать никак нельзя он или за тобой бежит или впереди тебя как мы избавляемся от страха мы в него входим входим в свой страх и тогда страх растворяется так и смысленно примите их с любовью и благодарностью и они от вас отстанут не будут за вами бежать когда нет борьбы нет интереса интерес тогда теряется и еще знаете что любую мысль можно изменить заменить новой или перенаправить и все в ваших руках создавая новые мысли находитесь в позиции хозяина своей жизни не вами руководят слова а вы ими руководите и конечно же новые мысли должны содержать в себе яркие образы и чувства и это очень важно если мы хотим исполнения наших желаний наших планов ну что же мы с вами смогли убедиться как важно знать свой язык его историю те образы которые стоят за буквами и как важно не просто произносить слова а вкладывать в них яркие положительные образы это сделает вашу жизнь неизмеримо богаче только человеку дано право выбора созидать или разрушать нам от рождения дан самый дорогой дар дар слова стоит использовать этот дар естественно в полной мере ведь слова имеют силу но у нас есть сила чтобы выбирать слова не забывайте об этом мы действительно должны принять к сведению что мы говорим слово как живой организм способно расти изменяться распространяться и оказывать влияние на мир прямо или косвенно мы имеем право на свободу слова но всегда есть последствия того что мы говорим осознаем мы это или нет мы можем воспользоваться своим правом выбора ведь жизнь это выбор который мы делаем каждую минуту какой же выбор сделаете вы оставить все как есть или можно взять и пройти тренинг секреты силы слова где вы ознакомитесь с эффективными словесными кодированиями на успех здоровье и благосостояние вы познакомитесь со стратегией которая легко и быстро действенно принесет реальные результаты дайте пожалуйста ссылочку на тренинг организаторы Ирочка или Татьяна дайте пожалуйста ссылку я дополнила этот тренинг практически упражнениями и здесь что получается те знания которыми я с вами поделюсь они на самом деле у вас есть и записаны на уровне клетки ДНК и я в практических занятиях буду давать вам информацию файлово передавать и вы вспомните на историческом уровне у нас есть генетический уровень убеждений исторический вы вспомните вы поймете насколько это легко и просто и действительно будет казаться что дежавю вы это знаете что когда-то вы это видели это это я с вами делюсь своими ощущениями когда я это прочувствовала на себе насколько легко сегодня я вам дам одно слово магическое вы поймете вы тоже прочувствуете здесь на тренинге будет у вас пошаговая инструкция работы с магическими словами сразу после прохождения онлайн тренинга секреты силы слова вам откроется прямой доступ к целой коллекции практических решений касающихся здоровья долголетия внешнего вида взаимоотношений с окружающими работы денег и карьеры бытовые вопросы вы сможете решить ремонт благоустройство приобретение жилья обретение душевной красоты мудрости и внутреннего покоя это тоже очень важно потому что бывает что нас все устраивает у нас есть семья муж дети любимая работа хорошее здоровье но почему-то внутри такое-то состояние мудростворенности и здесь это очень важно нормализовывать восстанавливать свое внутреннее состояние то есть обретение своей душевной красоты технология активации магических слов на самом деле очень проста и состоит из трех шагов и этому я вас тоже обучу первый шаг это вы будете произносить слова слово определенное то которое вы выберете непосредственно под свою ситуацию и что здесь происходит когда вы произносите слова возникает звуковая внешняя вибрация у каждого звука как я говорила своя сила и каждый звук производит определенные колебания пространства и дальше делайте второй шаг созерцайте то есть смотрите на нужное письменное изображение и возникает соответственно вибрация только уже в вашем сознании внутри вас и третий шаг накладывайте одну вибрацию на другую этому я вас научу на тренинге и приводит таким образом накладывание вибрации к перестройке окружающего вас мира и перестройке вас то есть меняется ситуация очень легко и просто и получается что вам ничего наизусть учить не надо вы получите карточки которые в электронном виде вы сможете их распечатать у себя уже дома и будете пользоваться то есть инструкции будут готовы каждому слову вы будете пользоваться по необходимости это как палочка выручалочка в вашем доме есть ситуация выбрали слово запустили его в действие вдохнули в него силу и работ и слово работает само то есть вам не надо это делать ежедневно вы делаете это один раз запускаете слово и оно потом работает на вас как это работает я вам на примере допустим скажу я же начала испытывать эти слова на себе прежде всего но вот первое что на ум приходит мне очень хорошо помогает когда осенью начинается эпидемия гриппа простудных заболеваний вирусы разные я запускаю я запускаю на себя и свою семью определенное слово запускаю вибрации этого слова и в течение сезона зимнего моя семья и я мы здоровы и простудами не болеем это я считаю что это очень важно потому что если не дай бог кто-то из семьи заболевает вы все знаете заболевают потом дай бог и все и сколько уходит денег на лекарства и подрыв здоровья идет и иммунитет и настроение и все тут же тянется все автоматически как прицепом это вот что касается я вспомнила про себя на ком еще я испытывала эти слова на своих клиентах которые ко мне приходили на консультации и приходят до сих пор я когда вижу ситуацию которая понимает что может помочь слово волшебное магическое я даю своему клиенту слово запускает он его учу как это сделать и слово работает и вот у меня был недавно паренек лет 25 он менеджером работал 6 месяцев назад от того момента как он пришел ко мне на консультацию его сократили и вот он в течение 6 месяцев не мог найти себе работу и пришел уже в таком состоянии ко мне что со мной наверное что-то не так раз меня не берут на работу хотя все данные у него прекрасны для этого у него образование есть у него хороший внешний вид красиво хорошо поставлена речь он вообще в принципе успешный человек в прошлой своей работе и вдруг на тебе отказывают не берут по каким-то причинам и он потерял веру в себя я ему подобрала определенное слово и буквально в течение двух недель он находит себе работу и сейчас до сих пор уже несколько месяцев прошло он работает на этой работе новой очень доволен и даже зарплата у него побольше потом у меня были женщины по привлечению суженого к себе потому что хотелось устроить свою личную жизнь и тоже подобрала я слова есть такие определенные специальные именно для приобретения для призывания к себе то есть как бы вселенная тогда так вам подстраивает все что вы встречаетесь со своим человеком с которым вы потом будете жить в счастье в любви в радости в удовольствии и для конечно же важные слова для нашего финансового достатка потому что мы живем все в материальном мире и без денег ну никак за все надо платить поэтому здесь эти слова очень важны я тоже их подобрала то есть в тренинг я вложила те слова которые максимально нам мы будем пользоваться и вы будете ими пользоваться я ими пользуюсь сама и они наиболее распространенные и те наши задачи которые мы во всех сферах жизнедеятельности испытываем и нам они необходимы вот они у вас все будут в тренинге формат проведения тренинга будет это два дня по два часа и начинается тренинг 25 июня то есть он будет проходить субботу воскресенье 25 и 26 июня это суббота воскресенье ориентировочно в 17 часов по московскому времени мы начнем в субботу а уже воскресенье мы решим может быть чуть-чуть раньше начнем воскресенье будет организован скайп-чат за день до тренинга сила слова будет называться где вы сможете потом в дальнейшем и делиться своим опытом практикой своей задавать мне вопросы друг с другом общаться будет у нас скайп-чат сцену я поставила доступную специально потому что считаю что эта информация должна быть в каждой семье это важно это наши истоки это знания наших предков и это очень важная информация и поэтому сам тренинг 5 тысяч стоит но всем кто в течение трех суток оплатит стоимость тренинга будет 2 500 я думаю что для каждого эта цена доступная если учесть что эту информацию вы получите один раз и на всю жизнь и не только вам и вашим детям она будет помогать и я еще хочу сказать что будет на тренинге медитативные практики особым образом они настроят ваше сознание чтобы вы легко усвоили новый материал но фактически он для вас будет не новый то есть я файлово передам файлам передам вам эти знания и они у вас очень легко усвоятся вы получите четкие инструкции о каждом магическом слове от мысли значений действий которые оно способно оказывать на вас и вашу жизнь получите еще краткое пособие по работе с вибрациями то есть мы попрактикуемся я вам покажу как это делать научитесь накладывать одну вибрацию на другую воплощая заложенный потенциал магического слова то есть будете таким образом включать силу этого слова и узнаете силу числа помогающие запустить в работу магическое слово высвободить его энергию то есть мы количеством определенным проговаривания определенного слова мы выпускаем его и высвобождаем энергию и научитесь использовать биоритмы организма своего организма себе на благо узнаете когда сознание наиболее открытое и восприимчиво к каким-либо изменениям то есть всему этому вы обучитесь на тренинге проходите по ссылке делайте заказ и вы не расходите выдержите до конца нашей встречи вас ждет еще сюрприз и я вот что хочу сказать да надежда конечно же запись будет тренинга обязательно обязательно каждый получит запись без этого никак вы сможете это еще потом раз и другой раз просмотреть и потом вы же наверное своим родным покажете чтобы они тоже посмотрели если заинтересуются обязательно запись будет конечно же у кого-то может не получиться вовремя предприятии работали что поэтому не переживайте и я еще вот что хочу сказать очень важный момент так как я работаю с энергиями я работаю дистанционно я очень чувствую людей и чувствую энергии и хочу сказать что запись тренинга которую вы получите после прохождения живого тренинга силу не уменьшит то есть именно в записи тренинг будет той же силы как и живьем в живую дело в том что разница будет от живого в записи только в том что на живом тренинге вы сможете мне напрямую сразу задавать вопросы а уже в записи когда будете смотреть уже будете вы мне вопросы писать в скайпе и там я буду вам отвечать но в принципе в любом случае вы ответы на свои вопросы от меня получите и еще хочу сказать что может быть кто-то из вас подумает что у вас и так все замечательно все прекрасно и я за вас очень рада но вы не хотите проходить весь тренинг изучать все эти слова но есть допустим в вашей жизни какой-то один вопрос который вы ну никак не можете решить сами ну не получается что бы вы ни делали этот вопрос все равно висит над вами и никак не разрешается поэтому я вас приглашаю на скайп консультацию которая называется словесные ключи и здесь уже непосредственно с вами поработаю индивидуально и подберу одно или несколько слов под вашу ситуацию ситуация может быть любого жизненного уровня то есть я имею ввиду что любой сферы жизнедеятельности это может быть здоровье взаимоотношения бизнес деньги карьера это может быть духовное какое-то ваше состояние душевное развитие духовное развитие душевное состояние это может быть бытовые какие-то вопросы что касается приобретения жилья или ремонт допустим затянулся и никак не заканчивается может быть какое-то благоустройство вот любые вопросы в которых мы живем в принципе та жизнь наша вы можете задать мне вопрос я подберу вам слова индивидуально проходит будет проходить скайп-консультация таким образом сначала мы с вами встречаемся вы мне озвучиваете свою ситуацию и я я потом готовлюсь подготавливаюсь подбираю для вас те необходимые слова и мы назначаем с вами встречу уже непосредственно на первой встрече назначаем время второй нашей встречи непосредственно самой консультации вот так вот мы работаем с вами в консультации и пожалуйста здесь я тоже вам даю скидку 50% консультация стоит 3000 но у вас есть уникальная возможность получить консультацию индивидуальную за 1500 рублей и вы решите один из вопросов какой вас беспокоит наиболее получите от меня советские ключи к решению своего вопроса так и сейчас я вам обещала небольшую практику ну то есть практика это сложно назвать и больше информационную я вас хочу познакомить с одним магическим словом вы наверное сегодня этот целый вечер ждали от меня и вот этот счастливый момент наступил а слово будет сегодня о котором я скажу называется беремя я напишу чтобы вам было видно беремя слово называется беремя беремя и означает оно жить долго и счастливо это магическое слово играет огромную роль в жизни каждого человека и неудивительно ведь беремя означает время вот вспомните что я говорила о гласных звуках что они силу в языке несут и обратите внимание в нашем слове время одна буква утеряна опущены ве первая гласная которая в первом слоге ве у нас теперь его нет этого первого слога у нас теперь первый слог вре а было раньше ве таким образом это слово стало да вселенная его понимает безусловно но уже вы понимаете насколько меньше силы в этом слове а мы все с вами живем во времени вся материальная вселенная живет во времени все что есть в окружающем космосе рождается развивается стареет и умирает все эти процессы происходят во времени и без него происходить не могут у древних славян было свое собственное четкое и ясное толкование понятия времени беремя имеет корень вер этот же корень есть и в словах веревка вера кажется какие разные слова а корень один но это вовсе не совпадение корень вер или вар означает нечто что одновременно живет активной жизнью и имеет связь с источником творения то есть с богом особенно слово веревка как бы означает предмет который можно связать что-то с чем-то но что интересно вера тоже связывает она связывает человека с богом дает ему возможность черпать силы из источника божественной энергии а корень вар мы находим слова хворить да есть и отдельное слово вар это вырление кипение предельная активность то есть слово беремен это кипящая активная созидательная жизнь связанная с богом и его благой силой а вот безвремение это напротив застой разруха запустение отсутствие всякого блага словом безвремение называют лихие времена когда ничего хорошего не происходит не создается когда все все живут в страхе и ожидании чего-то худшего всем знакомо выражения убивать время это значит заниматься пустой деятельностью ничего не делать когда человек бездеятеля он теряет связь с богом теряет свою жизнь обратите внимание когда нам ученые подарили телевизор а потом интернет мы стали проводить перед экранами свое время таким образом убивая его а если еще не дай бог сколько наши дети да есть и взрослые играют в компьютерные игры конечно же они в этот момент уменьшают свои силы вы обратили внимание если долго сидеть перед компьютером вы чувствуете себя ослаблены вяло какое-то состояние сонливости как будто бы нет сил вот таким образом вы в этот момент теряем мы все кто сидим не работ я имею ввиду когда мы не работаем а именно ну что-то там играем или просто сидим развлекаемся в этот момент мы теряем силы и укорачиваем свою жизнь а ведь древние славяне наши предки они знали цену времени а потому никогда не тратили его попусту беремя было очень уважаемо когда люди берегли его силу когда и жили долго и счастливо беремя обладает способностью продлевать жизнь человек использующий силу этого магического слова проживает долгую и счастливую жизнь у него не будет времени скучать или жаловаться ведь он все время будет занят интересными творческими делами это слово помогает продлить годы жизни сохранить деловую творческую активность даже в преклонном возрасте даже помогает избежать внезапной смерти от болезни или несчастного случая продлевает жизнь вашим близким применять его можно когда чувствуете что вам не хватает жизненных сил для достижения цели когда опасаетесь серьезной болезни когда беспокоитесь о жизни и благополучии ваших близких магическое слово беремя можно использовать любому человеку который мечтает прожить долгую насыщенную жизнь а вот отвечаю на вопрос Алексея а как же с этим словом работать именно как включать слово выпускать его и выкреплять результат я расскажу на тренинге секреты силы слова я объясню почему там идет подготовительный момент и я вам файлом передаю эти знания чтобы вы воспринимали это уже как будто это часть вас и вы могли их использовать я сейчас здесь в рамках нашего выступления моего нашего вебинара не смогу вам это дать единственное что вы можете для себя взять что не тратить свое время попусту не занимайтесь праздным образом жизни будьте активны созидательны уважайте цените время обратите внимание что когда вы сильно заняты вы выполняете больше работы чем когда какую-то выполняете одну работу как это происходит непонятно но вселенная нам помогает вебинар Алексей для вас видимо этот вебинар прошел именно так но на самом деле эта информация она очень нужна как вступительная обобщающая узнать надо именно чтобы понять как работает слово надо было узнать что несет какой смысл вообще буквы слова как работала наша древнеславянская азбука поэтому я сегодня и давала эту информацию и она очень интересная во всяком случае сколько я выступаю все очень довольны и мне это нравится нравится то что я знаю теперь силу этих слов чтобы узнать больше приходите на тренинг и еще вот помните я говорила ждет сюрприз для тех кто задержится останется до конца нашей встречи я хочу вам сделать всем подарок тем кто решил приобрести тренинг я делаю подарок кто платит в течение сунта первых я вам дарю бесплатно консультацию словесные ключи то есть проходя тренинг потом вы сможете пройти у меня консультацию если какой-то вопрос у вас сложный вы не можете его разрешить сами то милости просим ко мне на консультацию и будет это для вас подарок бесплатно консультация которая стоит 3000 рублей я вам дарю в подарок словесные ключи мы с вами разберем и кстати срока действия этой консультации нет вы сможете использовать его тогда когда вам понадобится это может быть и через полгода и через год я помечу всех у которых будет эта консультация в подарок и вы сможете воспользоваться этой услугой кому-то понадобится сразу после тренинга пожалуйста записывайтесь и мы проведем с вами эту консультацию если есть ко мне вопросы задавайте если вопросов нет тогда я передаю микрофон Ирине по вопросам оплаты она вам расскажет как это все будет происходить я благодарю вас я желаю всем счастья здоровья добра благополучия финансового благополучия здоровья всего самого наилучшего пусть ваши мечты и желания сбываются планы притворяются в жизнь и вы будете счастливы и люди вокруг вас тоже в любви счастья и радости живет до новых встреч итак друзья закончилось выступление Ольги Евсеевой давайте поблагодарим ее за столь интересную и полезную информацию Да, спасибо друзья И сегодня Ольга для нас представляет свой тренинг секреты силы слова Слова влияют на физическое состояние человека восстанавливают тело исцеляют помогают развить способности улучшить настроение построить крепкие отношения привлечь в свою жизнь деньги увеличить благосостояние если к вам пришло осознание что вам хочется почувствовать драйв от жизни найти источник энергии для новых свершений преодолеть свои давние страхи и сомнения ощутить свою внутреннюю силу и научить этому своих детей и внуков осознать свою уникальность и ценность для мира и для других людей а может быть наконец-то найти свое дело в жизни чтобы утром хотелось вставать и бежать на работу простить себя за свои ошибки в полной мере ощутить свой успех и для этого есть тренинг секреты силы слова заказывайте пожалуйста его и что вас будет ждать на тренинге здесь будут ждать медитативные практики которые особым образом настроят сознание чтобы легко освоить необыкновенные возможности исполнить на генетическом уровне знания предков вы получите четкие инструкции о каждом магическом слове о смысле значении действия которое оно способно оказать на вас и вашу жизнь также получите краткое пособие по работе с вибрациями научитесь накладывать одну вибрацию на другую воплощая заложенный потенциал магического слова узнаете силу числа помогающую запустить в работу магическое слово высовет его энергию и также научитесь использовать биоритмы организма себе на благо узнаете когда сознание наиболее открытое восприимчиво к каким-либо изменениям также на тренинге вы получите ключи и сможете пользоваться магическими кодами наших предков в необходимой ситуации ключ номер один это путеводитель который быстро поможет найти нужное слово ключ номер два карточки с магическими словами их описания и ключ номер три технологии активации каждого магического слова и сразу после прохождения онлайн тренинга секрета силы слова нам откроется прямой доступ целой коллекции практических решений которые касаются здоровья долголетнего внешнего вида взаимоотношений с окружающими также работа денег карьеры вы сможете легко решить бытовые вопросы обретете душевную красоту мудрость и внутренний покой тренинг пройдет 25 и 26 июня в 17 часов по московскому времени это два дня по два часа также будет скайп-чат сила слова и после каждого занятия выдается материал по тренингу в электронном виде путеводитель карточки с магическими словами и инструкцией и 27 числа будет готова видеозапись тренинга сегодня для наших слушателей тренинг стоит 2500 рублей вместо пяти тренинг и всего он будет стоить в течение трех дней также Ольга предлагает вам скайп-консультацию словесные ключи если вам нужно разобраться в собственной жизни преодолеть внутренний кризис понять причины своих страхов и сомнений осознать свои истинные желания поставить точнее цели найти себе ресурсы пожалуйста записывайтесь на скайп-консультацию словесные ключи также Ольга дарит купившему тренинг консультацию бесплатно и бессрочно пройдя по ссылке вы увидите реквизиты для оплаты и также поле для заполнения своих данных пожалуйста прошу вас заполнять их аккуратно так как чтобы мы могли с вами всегда связаться для обратной связи если у вас есть какие-то вопросы задавайте пожалуйста возможно есть какие-то вопросы по оплате посмотрите пожалуйста на эти ссылки пожалуйста посмотрите на реквизиты для оплаты есть какие-нибудь вопросы спасибо 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 Продолжение следует...